Вдруг далеко на той стороне всплыхнули быстрые огни, запили, наритая снаряды, и пах-пах-пах с металлическим треском залопались штрапнели высоко над рекой. Каждая вспышка освещала поднятые из воды бородатые лица. Вся отмель кишела бегущими людьми. Пах-пах-пах, разрывалась новая очередь, раздались крики. Взвелись и рассыпались ослепительными огнями ракеты по всему небу. Загрохотали русские батареи. К ногам Жадова течением нанесло барахтающего человека. Голову, голову пробили, сдавленным голосом повторял он и цеплялся за лозу. Жадов перебежал на другую сторону острова. Вдали через реку двигались понтоны полные людей. И было видно, как переправившиеся части перебегали по полю. Сейчас, как и вчера над рекой, на переправах по холмам оглушающие, ослепляющие грохотали бурю роганного огня. Сквозь черные и желтые клубы дыма меж водяных столбов лезли, орали, барахтали солдат. Передняя часть якудравенцев, как оказалось впоследствии потерявшей половину состава, пошли было в штыки, но захлебнулись, легли под проволоку. Из-за ручьяна из камышей высыпали густые цепи первого батальона. Немцы отхлынули за коп. Жадов лежал у пулемета и, вцепившись в бешеный дрожащий замок, поливал настильным огнем позади немецкой трошей тревнистый изволок, по которому пробегали то два, то три, то кучку людей. И неизменно все они спотыкались и ничком падали. 58, 60, считал Жадов. Вот поднялась щуплая фигурка, держась за голову, поплялась на изволок. Жадов повел стволом пулемета, фигурка села и легла. 61, вдруг нестерпимый обжигающий свек возник перед глазами Жадова. Жадов почувствовал, как его подняло на воздух и острую болю рванул руку.